В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите программу «Город. Новости по Выборгске». С вами Галина Давыдова. Здравствуйте. Коротко о том, что вы увидите в выпуске. Социальная сфера в приоритете. Корректировки городского и районного бюджетов обсудили в Совете депутатов. Образование в режиме онлайн. Дистанционное обучение использует все возможности цифровых площадок. Сад скульптур или скверно-крепостной. Выборжцы выбирают территорию для благоустройства. Высоцк преображается. Об итогах и перспективах развития одного из малых городов России рассказали руководители поселения. Советы депутатов Выборга и района утвердили корректировки бюджетов на трехлетний период. Оба заседания провел глава муниципального образования Дмитрий Никулин. В обсуждениях принял участие глава администрации Валерий Савинов. Значительные средства направлены на социальную сферу, дорожное хозяйство, благоустройство. Подробнее в следующем сюжете. Корректировка бюджетов на 2022 год и плановый двухгодичный период обсуждалась на заседаниях Советов депутатов города Выборга и Выборгского района. По-прежнему в приоритете социальная сфера. Дополнительные средства будут направлены на ремонт и реновацию детских садов и школ, капитальный ремонт спортивных объектов. Так, например, в муниципальном загородном лагере «Зелёный остров» капитально отремонтируют спортивную площадку. В Светогорской школе будет создана точка роста. Почти на 42 миллиона рублей увеличены расходы в рамках районной адресной инвестиционной программы. Средства пойдут в том числе на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Нам поступила субвенция бюджета муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам. Это общая сумма 31 миллион рублей. Данная сумма будет потрачена на приобретение квартир в этом году. На 23-й год такая же сумма, на 24-й сумма свыше 60 миллионов. Региональное финансирование предусмотрено в этом году на реализацию проекта по благоустройству участка батарейной горы, а также на создание площадок накопления твердых бытовых отходов. Будет продолжаться строительство автодороги подъезд к поселку Яшино. Идет работа над проектом по реконструкции дороги с мостом через реку Гусиную. При поддержке Ленобласти запланированы работы по благоустройству спортивных площадок на Сайминском шоссе, улицах Центральной и Первой Бригадной. Будут приобретены светодиодные светильники для уличного освещения и установки в спортивных учреждениях. В планах этого года также ремонт межквартальных проездов и сетей ливневой канализации, устройство искусственных неровностей, установка барьерного ограждения на Сорвалинском мосту и пешеходных ограждений на улицах Куйбышева и Ильинской, ремонт фонтана возле собора святых Петра и Павла, продолжение благоустройства улицы Штурма. В рамках муниципального бюджета будут устраняться дефекты дорожного полотна. 51 миллион рублей на устранение сверхнормативных дефектов дорожного полотна, в том числе замена дорожных одежды, замена бортового камня, выравнивание уровней колодцев, ремонт автомобильных дорог города Выборга, улица Акулова, переулок Школьный, улица Большая Рубная, улица Репина, Родниковый проезд, улица Первомайская, Приморское шоссе. 11 миллионов рублей на ремонт тротуаров города Выборга, участок тротуара улицы Рубежная, улица Петровская, улица Мира, Ленинградское шоссе в районе больницы Железнодорожной, улица Гагарина, улица Приморская. 10 миллионов рублей на устранение сверхнормативных просадок дорожного полотна, разрушение, ремонт грушатого покрытия. В планах также разработка проектной документации на установку ограждения на крепостном мосту. Город станет зеленее за счет посадки деревьев, появятся новые детские площадки. В целом бюджет, как и прежде, остается социально ориентированным. Татьяна Анкудович, Кирилл Воженин, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Коммунальщики вновь перешли в режим повышенной готовности. Погодные условия добавили работы многим службам, в том числе энергетикам. Как прокомментировали в Ленэнерго, в случае возникновения внештатных ситуаций в районе дежурят более 30 бригад, готовы к форс-мажору и выборских электрических сетях. При возникновении обрывов энергетикам нужно не только добраться до места, но и расчистить площадку. В лесном массиве толщина снежного покрова сейчас составляет более метра. Приходилось там, где мы находили повреждения, чтобы устранить это повреждение, сначала готовить площадки, вычищать, потом туда подъезжает техника, вывозит какие-то нужные нам материалы, чтобы их ремонтировать. И уже потом, когда мы делали, чистили прощины, чистили, немножко чистили приморские. Вот, да, ну а что делать? Много аварий в этом году происходило на частных электросетях, присоединенных к общим. Снег на них никто не чистит, поэтому и происходят обрывы, объясняют энергетики. На их проводах случаются повреждения, опять же, по налипанию, да, голый провод, ветки деревья склоняются. И из-за таких вот слабо, скажем так, обслуживанных сетей, то повреждения приходят на головные участки, то есть гаснут все, поэтому, конечно, у нас было до семи повреждений в день. Вот, в итоге мы отключали, как правило, абонентские отпайки, включали назад и включались в сети. То есть, поэтому вот эта сейчас проблема, она и у нас, и у Ленэнерго, это достойного, качественно, хорошего отношения именно к вот этим абонентским сетям. Как рассказали в Выборгских электрических сетях, в инвестиционной программе на следующий год будут предусмотрены средства на оборудование электросетей специальными установками, которые позволят отсекать аварийные участки без ущерба для остальных абонентов. Облавы на водителей, выезжающих на встречку, объявили в Выборгском районе. Инспекторы ГИБДД дежурили на дорогах и останавливали нарушителей. Даже в сложных погодных условиях некоторые автомобилисты шли на такое серьезное нарушение, подвергая опасности не только себя, но и окружающих. С начала года на дорогах Выборгского района произошло 8 аварий, связанных с выездом на встречную полосу движения. 4 человека погибли, 13 получили травмы, в том числе трое несовершеннолетних. В условиях плохой видимости, гололеда, плохих погодных условий хотелось бы напомнить водителям о том, что надо соблюдать скоростной режим и условия движения, не выезжать на полосу встречного движения, даже если Вы куда-то торопитесь, потому что это может привести к дорожно-транспортному происшествию, в котором пострадаете не только Вы, но и другие водители, пассажиры транспортных средств. Выезд на встречную полосу в ГИБДД называют одной из наиболее частых причин дорожно-транспортных происшествий. За такое нарушение водитель может даже лишиться прав. Наказание предусматривается статьей 12.15, часть 4, и несет под собой штраф в размере 50 тысяч рублей, либо лишение права управления на сроки 4 до 6 месяцев. Операция «Встречная полоса» проходит на территории всей Ленинградской области и продлится до 20 февраля. Выборгские школьники продолжают учиться дистанционно. На удаленный формат ученики 5-11 классов были переведены с начала недели. Наши корреспонденты увидели, как идет учебный процесс на примере 6-й школы. Пустой класс, в школьном кабинете только учитель, но тем не менее идет урок истории. Ученики им по ту сторону монитора. Вот так проходит дистанционное обучение. Благодаря современным технологиям учебный процесс не останавливается. Владимир Никитин и новый материал объясняет, и вопросы задает. Самое интересное, каждый школьник работает над собственной темой, которую ему назначил наставник. Цифровая образовательная платформа подразумевает персонализированную модель обучения. Он сам выстраивает свой образовательный маршрут, свою образовательную траекторию. Он сам решает, в каком порядке он будет изучать тему, которую ему предложил учитель, сколько он времени на это потратит, какие задания и сколько заданий он выполнит, чтобы получить оценку. И я считаю, в этом и есть главное преимущество вот этой образовательной площадки, школьной цифровой платформы. Учитель не стоит над каждым ребенком, не заглядывает ему через плечо, не дает ему готовых знаний, это очень важно, я считаю, потому что на платформе учитель выступает в роли помощника, в роли эксперта, в роли немного наставника, конечно, ну и выставляет оценки за работу. Впрочем, никто не отменял и старые добрые устные ответы. Цифровая платформа дает возможность школьникам поднять руку, нажав кнопку, и поговорить с учителем по видеосвязи. Каждый педагог выбирает удобный для себя и учеников формат работы. На информатике, например, шестиклассники самостоятельно выполняют все задания, а затем сдают учителю на проверку. Дистанционное обучение развивает чувство ответственности и учит планировать время. Я вижу, что задание выполнено, и выполнено оно с первого раза. Значит, ребенок хорошо усвоил эту тему. Я могу откомментировать, что вот, да, молодец, хорошо справился с этой темой. Еще один вариант – видеоуроки. Учителя выбирают и такой формат. Записывают теорию и практические задания. Предусматривают даже паузы для их выполнения. Приступить к работе школьники могут в любое удобное время. Кто-то это делает утром сразу, как проснулся и сел за уроки, кто-то это делает в конце дня, конечно же, но зато выполняет все, и все дети получают за это оценки. Кроме того, удобно тем, что в английском языке у нас присутствует, мы должны разговорную речь с ними внедрять в уроки, и мне нужно, чтобы они слышали и меня, и аудиозаписи. И если я им буду просто давать задания, то они не будут слышать эту речь, во-первых. А во-вторых, все время будет переключение между уроком, включить аудиозапись, прослушать аудиозапись, записать что-то. Здесь у меня все в одном видео. Конечно, еще не все школьники могут работать дистанционно. Например, во многих поселках интернет-соединение нестабильно и не позволяет детям включиться в видеоуроки онлайн. Но и они не оставлены без образования. Для детей, которые не могут использовать интернет-ресурсы, классные руководители направляют домашние задания на телефоны, смс-ками. Дети выполняют их дома с помощью учебника, записывают все материалы в тетради и по выходу дистанционного обучения принесут в тетради учитель, и учитель проверит все материалы и также оценит эти работы. В числе плюсов дистанционного обучения в школе называют возможность не останавливать учебный процесс в условиях пандемии и использование современных образовательных инструментов. Но, конечно, и педагоги, и ученики ждут, когда смогут вернуться в классы. Вероника Когут, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Ученики 5-11 классов вернутся в школьные кабинеты уже 21 февраля. Об этом сообщает Комитет образования Ленинградской области. Решение было принято региональным штабом по нераспространению COVID-19 в связи со снижением заболеваемости. При этом каникулы для начальной школы продолжатся до 23 февраля. Добавим также, что с 21 февраля возобновятся занятия в кружках и секциях дополнительного образования. Сделать город, где ты живешь, еще краше. Начиная с 7 февраля жители Ленинградской области выбирают территории для благоустройства, которая будет осуществляться в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Голосование ведется на сайте вместе47.рф. Чтобы принять в нем участие, необходимо иметь паспорт и электронную почту. О том, какие объекты предлагают к рассмотрению выборжца, расскажет Татьяна Анкудович. Благоустройство сада скульптур. Именно этот проект поддержал Анатолий Смольянинов. Напомним, в Ленинградской области проводится открытое рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для дальнейшего участия в отборе на включение в федеральный проект формирования комфортной городской среды в 2023 году. Директор городского информационного центра считает, что во многом от мнения жителей зависит дальнейшее развитие района. Почему я голосовал? Потому что эта территория находится на стыке туристических маршрутов, маршрутов жителей, все движения в сторону вокзала – это раз. Второе, конечно, если внимательно присмотреться на этой территории, то эта территория была как сад скульптур, наверное, начиналась как временно. Если внимательно посмотреть, то скульптура находится без фундамента. То есть они в настоящее время и требуется, конечно, их немножечко приподнять. Кроме этого, я бы хотел видеть там новые какие-то сейчас веяния, которые есть, то есть красивые. Еще одним объектом для благоустройства может стать сквер в исторической части города. Он располагается прямо за кинотеатром Выборг-Палас. Принять участие в голосовании могут все желающие в возрасте от 14 лет и старше. Для этого на единой платформе в месте 47.рф необходимо выбрать одно из мест, предлагаемых для будущего благоустройства. Сам процесс голосования довольно простой. Как проголосовать? То есть четыре этапа, которые есть. Зарегистрироваться, выбрать свое муниципальное образование, начать голосование, выбрать свою территорию, которая указана, и ответить на те вопросы по выбору функционального наполнения, которые вы хотели видеть на выбранной территории. Все. Основная цель проекта – сделать города более комфортными для самих жителей и благоустройство территорий с учетом их мнения. Каждый человек проголосовать может только один раз. Выбрать можно и комплектность будущей территории, поставив галочки в нужных ячейках. Детские площадки, скамейки, дорожки, уличное освещение. Быстро, доступно и удобно. Свой голос за объект для благоустройства отдали и волонтеры Дома молодежи. Кристина Артамонова из клуба «Вольный». Выбор она сделала в пользу сквера за кинотеатром. Гуляя по городу с друзьями, мы просто обсуждаем, что бы нам хотелось видеть в городе и как мы можем его улучшить. Когда летом мы работали на озеленении у сквера, у Соборной площади, мы поняли, что там негде ни посидеть, ни отдохнуть. Территория не облагорожена. Поэтому нужно внести туда какие-то коррективы. Проголосовать можно до 25 февраля. Затем последует этап выбора проекта, по которому в 2023 году названный жителями объект будет благоустроен. Количество жителей, участвующих в этом, это самое главное, кроме после того, как вы выбрали территорию. Поэтому я призываю проголосовать жителей обязательно, потому что активность учитывается и в правительстве Ленинградской области, и, собственно, в этой системе голосования, которая устроена. Напомним, благодаря активности выборжцев в этом году преобразится Батарейная гора. Смолиной мыс в его нынешнем виде – тоже итог этой программы. И в наших силах продолжить делать наш город краше и комфортнее. Татьяна Анкудович, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Высоцкий число туристов превысило количество местных жителей почти в пять раз. Путешественников привлекают в эти края исторические места и удивительная природа. Острожилы наблюдают, как с каждым годом преображается их любимый Высоцк. О том, как идет развитие городского поселения, рассказали местные власти. Подробности в следующем сюжете. В Высоцке создадут еще одно место для активного отдыха. А летом 2022 в одном из самых маленьких городов России завершат строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Такие планы в числе прочих озвучили местные власти. Руководители Высоцкого городского поселения в режиме онлайн подвели итоги социально-экономического развития за минувший год и рассказали о задачах на текущий. На территории поселения реализуется семь муниципальных программ. Одна из них – развитие автомобильных дорог. Асфальтовое покрытие обновили на нескольких улицах Высоцка. Большая работа продолжалась в сфере благоустройства. В рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной среды» на территории поселения выполнены работы по благоустройству общественной территории «Сквер возле Обелиска», «Сквер Победы» стоимостью 21 млн 342 тыс. рублей. Выполнены работы по текущему ремонту воинского захоронения Великой Отечественной войны «Братская могила» номер 54. В рамках областного закона удалось воплотить в реальность пожелания местных жителей. В Высоцке появилась площадка для выгула собак. На страже безопасности горожан система видеонаблюдения. В 2022 году дополнительно установят 16 камер. Продолжалась работа по борьбе с несанкционированными свалками. Вывезено более 500 кубометров мусора. Территория поселения весьма привлекательна для туристов. За 2021 год их здесь насчитали без малого 5000. Для развития этого направления в Высоцке открылся первый в Ленобласти плавучий морской туристко-информационный центр. В планах разработка для путешественников новых маршрутов, как пеших, так и водных. В 2021 году сделаны первые шаги в направлении реализации адресной инвестиционной программы по строительству Дома культуры в городе Высоцке. Были выполнены работы по разработке технических условий на строительство Дома культуры. И выполнен первый этап работы по проектно-изыскательским работам для строительства Дома культуры в рамках заключенного муниципального контракта. В числе задач на текущий год завершить проектно-изыскательские работы для строительства Дома культуры и провести госэкспертизу проекта. Кроме того, местные власти планируют уделить больше внимания организации досуга населения. В частности, увеличить количество библиотечных мероприятий. А жители призывают быть активнее в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства в 2023 году. Виктория Иванова, Кирилл Воженин, Медиагруппа «Наш город». Воинов-интернационалистов чествовали сотрудники Выборгского Эрмитажа и волонтеры клуба «Высота». Совместная акция была проведена в День памяти россиян, выполнявших служебный долг за пределами Отечества. Мало мобильных участников боевых действий в Афганистане и Чечне молодые люди с подарками навестили дома. Ветераны встречали ребят в парадной форме с боевыми наградами на груди. Продолжилось мероприятие в выставочном центре «Эрмитаж Выборг». Виктория Иванова расскажет подробнее. Для волонтеров клуба «Высота» участие в патриотических акциях – дело привычное. Но 15 февраля, когда ребята встретились с воинами-интернационалистами и услышали их рассказы, произвело на них неизгладимое впечатление. Присоединиться к памятной акции школьников пригласило руководство выставочного центра «Эрмитаж Выборг». В этом году впервые мы вводим традицию. Вместе с волонтерами школы номер один волонтерским отрядом «Высота» мы встречаем здесь вдов, матерей Афганистана, воины, которые погибли. И самое главное, что мы хотим провести с ними сегодняшний день, показать им нашу выставку. Собравшиеся говорили о важности сохранения исторической памяти, вспомнили о страшных последствиях войны, о тех, кто пал смертью храбрых за пределами своего отечества. Немало горьких чувств превратилось в стихотворные строки. Когда мужчины говорят, друзей ушедших вспоминают, ни одного не забывают, но не вернуть друзей назад. Всем, кто там был, ветеранам, всем, конечно, низкий поклон, и всем, кто живые, дай Бог им здоровья, всех, кого не стало, с нами вечная память. Вернуться на родину посчастливилось Александру Сергеевичу Потапову, который в 85-м служил в вертолетном полку. Вспоминает о тех событиях скупа. В 10 часов утра мы прилетели в Кандагар, я вышел в Шинели, вылетал, было холодно, а здесь уже 40 градусов. Мы выполняли задания, которые должны были выполнять. Тягость на сердце, потеря друзей, которые не вернулись из Аганистана. Эмоции от участия в мероприятии долго не отпускали волонтеров. Это память, это просто буря эмоций. Мы съездили к ветерану Александру Сергеевичу. Он нам много всего рассказал. Это были эмоции. Это очень важный опыт для детей, которые смогли прикоснуться к живой истории, поучиться стойкости, мужеству. И я думаю, это важно и для ветеранов также, потому что они видят, что молодое поколение не подведет. Отвлечь гостей от грустных воспоминаний и добавить в их жизнь радости и красоты помогла обзорная экскурсия по выставке «Замки, соборы, дворцы, убранства европейских интерьеров XV-XIX веков». Виктория Иванова, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». Виктория Иванова, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город».